С начала недели жители города стали замечать, что число маршрутных такси на дорогах сократилось. Горожане опаздывали на работу и долго мерзли на остановках в ожидании привычного транспорта. Водители маршруток номер 51 и 54 несколько суток не занимались перевозкой пассажиров. В соцсетях поползли слухи, что водители из-за увеличения нормы устроили забастовку. Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманской направил запрос перевозчику с требованием объяснить причину невыхода микроавтобусов на линию. Директор фирмы пояснил, что такой сбой возник из-за холодов и технической неисправности автомобилей. Мы узнали у мурманчан, насколько сложно было передвигаться по городу без маршруток. Как вы перемещаетесь по городу, допустим, от 51 и 54 маршрут не выходили? Девушка, я не в курсе, потому что я езжу на троллейбусах, поэтому про маршрутки не могу ничего сказать. Маршруток меньше стало в городе? Ну да. Ну как это на вас сказывается? Да никак. Ездил и так езжу. А чем заменяете маршрутку? Троллейбус, автобус, ну куда бывает. То есть если маршруток не будет, для вас это не удар? Да нет. Стараюсь ходить пешком, поэтому транспортом я практически не пользуюсь и не обращаю на них внимания. А я всю жизнь проработал за рулем, будем так говорить. Я старался все время пешком ходить. И теперь ушел на пенсию, пешком хожу. Вы заметили, что маршрутки вот как-то стали не так ходить? Да, заметила. Как на вас это отразилось? Не знаю, пока еще никак. То есть вы как-то заменяете маршрутки, да, общественно-городские? Транспортом, да. Четверкой и троллейбусом. Пятеркой, автобусом. То есть если не будет в городе маршруток, вас этот факт не расстроит? Расстроит. Почему? Не знаю, мне кажется, мы уже к ним так привыкли, как бы альтернатива. Нет, не заметил, нормально ходят. 51-й не ходит, 54-й? 51-й не ходит, 54-й ходит, видел только что. То есть а предыдущие дни не заметили ничего? Нет, 55-й не заметил, что не ходит. 55-й маршрутки, а так остальные все ходят. То есть у вас все устраивает? Все устраивает.